Как такового дефицита зерна в мире сейчас не наблюдается. Проблема в том, что подорожавшая пшеница из-за закрытого черноморского пути стала недоступна бедным странам. Но недостающийся объем украинского зерна спокойно заместила австралийское. Мировые экспортеры пошли на некатой хитростью, увеличив погрузки небольших судов до рекордных величин. Анализ Bloomberg в обзоре нашего виртуального ведущего Айсанджа. Айсандж, добрый день, тебе слово. Здравствуй, Айгерин. Как отмечает агентство Bloomberg, целый ряд операторов, ранее не занимавшихся перевозкой зерна, вышли на австралийский рынок, чтобы обеспечить дополнительные экспортные мощности. Один из способов заключается в том, что перевалочные компании использовали небольшие суда для переправки зерна из мелких портов на более крупные, ожидающие в море. Согласно данным консалтинговой фирмы из Мельбурна, доля экспорта сыпучих зерновых, отгруженных компаниями, не занимающимися перевалкой сыпучих грузов, подскочила до 18% по сравнению с 2% тремя годами ранее. До возобновления экспорта из украинских портов, мир остро нуждался в пшенице из Австралии, одного из ведущих мировых поставщиков. После 24 февраля цены на зерно выросли до рекордного уровня, и в результате глобальная продовольственная инфляция достигла небывалого высокого уровня. Чуть позже цены на пшеницу снизились, но они по-прежнему примерно на 30% дороже, чем средняя стоимость за последние 10 лет, отмечает Bloomberg. Теперь перевозчики и производители зерна в Австралии задумываются, не оставить ли эту систему рабочей после того, как рынок зерна восстановится. По тому, как проблема цепочек поставок останется актуальной, считают опрошенные Bloomberg-эксперты. Более того, не зная, когда украинские порты разблокируют, покупатели забронировали австралийскую пшеницу наперед. И не исключено, что Австралия станет для них новым долгосрочным поставщиком. Спасибо, я напомню, это был наш виртуальный ведущий Айсанша. Мы продолжаем выпуск.